Всем привет! Сегодня я буду готовить еще одно очень интересное, полезное, вкусное блюдо. А поможет мне 101 микрогурме. Я в нем уже готовил много разных блюд. Рыбу, мясо, котлеты, в том числе и десерты. Но сегодня я буду готовить суп-пюре. Готовы записать? Записывайте. Итак, посмотрите, в нижний лоток для воды я наливаю 400 миллилитров холодной воды. Для того, чтобы ароматизировать этот суп, добавьте сюда несколько веточек тимьяна. Тимьян идеально сочетается с цветной капустой. Напоминаю, что я буду готовить суп-пюре из цветной капусты. Сверху ставлю лоток, нижний, с дырочками. И в него уже выкладываю соцветие цветной капусты. Вы можете приготовить любой суп-пюре. Это может быть и зеленый горошек, и фасоль, и морковь, и тыква, кабачки. Все, что угодно. Закладываете овощи. Для того, чтобы дать цвета немного этому супу, чтобы он не был таким белым, белесым, я добавлю немного моркови. Ее нужно будет порезать кружочками. Для пикантности один кружок лука-порей. Всего-ничего. Чуть-чуть. Все готово. Теперь все это нужно будет посолить. Перед чуть-чуть. Готовить в микроволновке очень быстро и легко. И самое главное, полезно. Микро-гурме отправляю в микроволновку. Мощность 800 ватт. Время приготовления 20 минут. Все, что вам нужно, это просто положить сюда продукты, налить в нижнюю чашу воды, и все. Микроволновка сама все приготовит. Нажимаем кнопку «Старт» и занимаемся любимыми делами. Микроволновка сообщила мне о том, что цветная капуста готова. Обратите внимание, что микро-гурме я беру руками, не используя прихваток. Нагревается только то, что содержится внутри. А сама поверхность остается теплой. Когда вы открываете крышку, осторожно с паром. Смотрите, открываете так, чтобы пар шел не на вас, а от вас. А вы защищаетесь крышкой. Цветная капуста готова. Бульон у нас получился ароматный. И теперь цветную капусту вместе с бульоном нужно будет измельчить до однородной массы в комбайне «Экстра Шеф». Но и это еще не все. Этот суп-пюре, для того, чтобы придать ему сливочный вкус, нужно будет перемешать с горячими сливками. И здесь я возьму кувшин. Новая волна. Добавляю сюда сливки, не очень жирные. Возьмите 11% или 20%, но не 30% и более жирности. Нам нужно нежно-нежно сливочный вкус получить. Поэтому 200 мл сливок. Это кувшин. Новая волна. Для разогрева. Посмотрите, открываем клапан. Ставим в микроволновку. И доводим почти до кипения эти сливки. Нажимаю мощность 360 Вт. И время примерно где-то 4 минуты. Будет достаточно и старт. А тем временем превращаем цветную капусту в пюре. Экстра-шеф удивительное изделие. В нем вы можете измельчать все, что угодно. Можете готовить рубленый фарш из мяса, из птицы. Можно из рыбы приготовить. Также разные начинки можете готовить. Все, что угодно. Особенно мне нравятся супы пюре измельчать. Смотрите, несколько вот таких движений. И получается однородная консистенция. Но это еще не суп. Сюда я добавлю немного бульона. Смотрите, который получился в процессе готовки. Ничего не выбрасываем. Одни витамины. Очень здорово, что здесь есть воронка. Через которую мы вливаем жидкость. И смотрим, чтобы была консистенция не густая, как картофельное пюре. И не очень жидкая. Слишком много бульона не наливаем, потому что потом еще будем добавлять сливки. Бульон получился ароматный за счет тимьяна. Можете положить лавровый лист также туда. Так как она поставила. Бульон получился вовремя. Продолжение следует... Но она под better чтобы замкилопitar. Посмотрите, обязательно поставьте лайки. Так как я иду. Но Var это нападая с нас. Чтоum делается способности двухставляти. Можетеkalиде в teacher п commerce. То-то потому что в свою зону не подчистывает. Когда но кроватый длин imaginar. посмотрите по консистенции пока еще не суп пюре достаточно густое получается и сейчас я добавляю сюда горячие сливки смотрите они у меня даже закипели и теперь эти сливки я выливаю в измельченное пюре из цветной капусты и моркови вот суп пюре готов можно подавать его к столу для того чтобы придать нежно сливочный вкус помимо сливок в этот суп можно добавить столовую ложку сливочного масла тоже будет очень вкусно я не буду добавлять слишком много калорий достаточно будет и сливок так смотрите вот такой получается суп из цветной капусты со сливками вот такая нежная получается однородная консистенция на готовый суп сверху выкладываем целое со свете капусты и обязательно вставьте не забудьте веточки тимьяна так как состав этого супа ходил тимьян то он нам послужит и также элементом декора немного перца лучше конечно свежемолотый вот такой простой и очень интересный и полезный рецепт супа пюре из цветной капусты вы теперь знаете и умеете готовить я надеюсь что вы обязательно поделитесь им со своими друзьями и знакомыми с вами был александр селезнев увидимся пока и